АПЛОДИСМЕНТЫ Роман «Поиск Пакистан» задуман в начале 50-х годов, завершён в 1956 году, иден в Лондоне, издательским домом «Чату и Windows» является третьим и самым известным произведением автора. До этого появился сборник рассказов «The Mark of Vision and Other Stories» в 50-м году, «The History of Sikhism» в 53-м году, и я бы хотела отметить, что особое внимание в последующие годы автор уделял именно истории Панджаба и сикхов. Роман был несколько раз переиздан, это первое издание. И интересно, что в 2006 году на книжной ярмарке в Лондоне было представлено новое издание, которое было выпущено издательским домом «Ролли Букс» уже в Нью-Дели. И книга включала в себя также 66 фотографий Маргарет Бург-Уайт, которая запечатлела акты насилия. В книге отражены впечатления автора событий раздела, свидетелем которого он сам стал. Эти события были увидены сикхом и джентльменом. Хочу отметить, что долгое время Кушван Тсинг жил в Англии. В августе 1947 года Кушван Тсинг ехал в летний дом своей семьи, расположенный в районе границы с новым государством Пакистаном, когда встретил джип с вооруженными сикхами, которые хвастались, что вырезали целую деревню мусульман. Это событие побудило Кушван Тсинг на написание романа «Поезд в Пакистан». Описание зверства мусульмана, описанное сикхом, спровоцировало бы в Индии погромы. Картина избиения сикхами мусульман заставляла современников событий задуматься о происходящем. Роман посвящен дочери Мали. Состоит из четырех глав. Композиция линейная. Рассказчик-повествователь передает события третьего лица. По объему произведения небольшой, примерно 190 страниц, написанная на английском языке. Также содержит реминисценции на исторические факты периода раздела. Автор рассматривает вечные темы, значимые для человечества во всей эпохе. Предательство, конфликт интересов личного и коллективного, любовь за гранью дозволенного социумом, религиозный экстремизм, варварство, аморальность, альтруизм, гуманность. Вообще тенденции в англоязычной литературе, которые были популярны в Индии в колониальный период, претерпели огромные изменения в период после обретения независимости. Раньше на формирование стиля тематику произведений оказывало большое влияние колониальная и западная философия. Индийские авторы, пишущие на английском языке, не потеряли, однако, религионального колорита. В их стиле остался ритм родного языка и специфика менталитета. Индийская литература прошла не все этапы формирования своими художественных методов. Роман, как полноценный литературный жанр, закрепился на индийской почве уже в 30-е годы XX века. В этот период индийская литература пережила переход от просветительства к критическому реализму, поэтому первые индийские романы были связаны с реалистичным изображением жизни местного населения. Кушан Синг был одним из первых индийских романистов, описавшим на английском языке ужас раздела. Поиск Пакистана привлекает внимание не только читателей по всему миру, но и становится символичным и общепринятым на родине писателя, а также в Пакистане. Роман описывает хаос и насилие в период формирования раздела Индии 1947 года на индийский союз преимущественно индийским населением и государством индийских мусульман Пакистана. Доминирующими чертами романа являются его событийная достоверность и, прежде всего, резкое разоблачение раздела. При написании романа писатель весьма объективно отнесся к событию, не обвиняя в этом общество или какое-то религиозное меньшинство. Чутко видна позиция автора в том, что виновником кровавых событий не найти среди обычного населения. Цитаты из романа. Мусульмане сказали, что индусы спланировали и начали убийство. Согласно индусам, мусульмане были виноваты. Дело в том, что обе стороны убивали, обе стреляли, резали, убивали, мучили и насиловали. После 15 августа 1947 года, когда началось реальное воплощение плана Маотбеттана, межообщенные столкновения вышли из-под контроля. Неру назвал это кризисом индийской души, человеческим землетрясением. Он писал, что свобода пришла к нам, и она пришла с минимумом насилия. Но сразу же после ее достижения мы были вынуждены плыть по океану крови и слез. И хуже, чем кровь и слезы, был стыд и позор, который сопутствовал им. Куда подевались наши ценности, нравственные нормы? Куда подевалась наша древняя культура, наш гуманизм и духовность? И все то, что Индия защищала в прошлом. Страх и ненависть ускрепили наш ум. И все ограничения цивилизации были выброшены прочь. Но мы еще сильнее горевали по Индии, нашей общей матери, ради свободы которой мы трудились долгие годы. Кушван Синг анализирует раздел с точки зрения жителей маленькой деревни, которая в конечном итоге будет поделена между двумя государствами. Вместо действия романа это ману-мачра, вымышленная деревня, расположенная в Индии, но вблизи границы с Пакистаном, где население в основном сихско-мусульманское, хотя одна индуистская семья также населяет деревню. В деревне есть железнодорожная станция, поезда, проходящие мимо, определяют ритм жизни. Сейчас для экономии времени я выведу на экран персонажей. Ознакомьтесь, пожалуйста, чтобы мех не зачитывать и не тратить ваше время. В начале романа деревня живет почти в полной информационной изоляции по установленным каждой религиозной общиной канонам. Цитата. «К тому времени, когда разродился мусон, почти миллион из них были мертвы, и вся северная Индия была в ужасе, в подполье или с оружием в руках. Единственными оставшимися оазисами мира были затеряны далеко от границы небольшой деревни. Ману-Маджра была одной из этих деревень. Я уверен, что никто Ману-Маджра даже не знал, что англичане ушли из страноделец на Пакистан и Индостан. Некоторые из них знают о Ганде, но я сомневаюсь, что кто-нибудь когда-то слышал о Джине», говорит приехавший в деревню инспектор. В романе мы видим, что изначально общая атмосфера была мирной, и деревенские жители не думали о присутствии людей, принадлежащих к разным религиям. Ману-Маджра становится незатронутой, как говорит заместитель инспектора полиции. «Никаких коммунальных проблем в этом районе. Мы избежали от ВСР». Даже после того, как межообщинная напряженность охватила большинство регионов, Ману-Маджра удается поддерживать мир и терпимость, несмотря на религиозную неоднородность деревни. Поводом для серьезных конфликтов не было, территориальных этнических родноклассей не возникало. К лету 1947 года, когда было официально объявлено о создании нового государства Пакистан, 10 миллионов человек, мусульмане, а также индусы-сики, уже убивали друг друга. В Манжапе главную проблему представил крупнейший город Лахор, в котором проживало 600 тысяч мусульман и 500 тысяч индусов-сиков. Вплоть до Дня независимости индусы и сики считали, что Лахор отойдет и к Индии. Мусульмане, однако, полагали, что вся Лахорская область будет передана Пакистану. И хотя вплоть до 15 августа это решение считалось секретным, в Манжапе начались религиозные общинные столкновения. Надежды на мирный переход населения, принадлежащего к меньшинствам в районе, населенный их большинством, оказались несостоятельными. В конце июня вице-король и совет по разделу страны создали пограничные силы из 55 тысяч человек с участием британских офицеров под командованием генерала Риса для обеспечения порядка при переходе населения из одного района в другой. Но и этих сил оказалось недостаточно, чтобы предотвратить жестокие столкновения между общинами, которые происходили в каждой деревне и в каждом городе. В июне 1947 года в северо-западной пограничной провинции был проведен референдум. Большинство участвующих в нем проголосовало за Пакистан. Масштабных межнациональных конфликтов постепенно начинают разворачиваться в романе с незначительного конфликта. Дом индийской семьи разграблен, а ее глава Лала Рамлал убит местной бандитской группой во главе с Малим. В деревне, однако, живет другой бандит Джагат Синг по прозвищу Джуган. Он находится в конфликтных отношениях с Малим. И в момент совершения преступления Джуган занимался любовью с дочкой деревенского откача Нуран. В этот день из Дели приезжает Игбал. Он представляется социальным работником и не говорит своей фамилии. То есть мы не можем определить, к какой религию он относится. Бандиты во главе с Малим сваливают убийство на Джугу и подкидывают браслет из разграбленного дома в отбор к матери Джуги. Мать заходит эти браслеты раньше Джуги и пытается использовать их, чтобы доказать невиновность сына в убийстве. Но безрезультатно. Позже в романе, когда другая героиня Сундари изнасилована мусульманской толпой через четыре дня после свадьбы, она носит красные браслеты из лака. Ее подруга сказала, что снятие браслетов принесет несчастье, что мужу повезет, если он сломает их во время первой брачной ночи. Те браслеты все же ломаются, когда толпа насилует девушку. И Кушван Синг иронично указывает, что разбитые браслеты должны были принести ей удачу, а в конце концов принесли лишь горе. И скорее здесь сломанные браслеты символизируют насилие, совершаемое во время раздела Индии, так как жертвами в первую очередь становились слабые, незащищенные в первую очередь женщины. Итак, Джугу не раз ловили на разбой и местные жители. К тому же он не может признаться, где именно было во время преступления. Вместе с ним, по подозрению в убийстве, в тюрьму попадает Игбал, хотя его задерживают за странные телеграммы, шифрованные телеграммы в Дели. В этой части романа автор указывает на коррумпированных правительственных чиновников и полицейских, которые являются главными злодеями. Игбал первым упоминает коррумпированную полицию, когда обсуждает Смит Ксинхом, хранителем Гурдвара, полицейскую систему, которая вместо защиты гражданина жестоко обращается с ним и живет коррупцией и взяточничеством. Но обстановка быстро меняется, когда поезд из Пакистана, полный убитых сикхов, прибывает в Манумаджу. В истории есть схожие события, произошедшие через несколько дней после обретения независимости. 17 августа Неру вылетел в Панджаб для встречи с премьер-министром Пакистана Леокат Алиханом. Они вместе обратились к народу с призывом к миру. Однако это не помогло, и столкновения продолжились с еще большей жестокостью. Так, 23 августа польских эмигрантами был атакован мусульманами. И еще одно событие упомянуто в мемуарах лорда Маутбеттона. Через три недели со времени провозглашения независимости Маутбеттон принял участие в проводах бомбей пяти тысяч английских солдат и офицеров в Англию, а также отправился отдохнуть в Шимбу. По пути туда его личный поезд был остановлен, и все сто пассажиров мусульман были убиты. Спался только его личный слуга. Итак, вернемся к роману. Из названия видно, что поезда играют в сюжете важную роль. Они соединяют Муану Мачру с остальным миром. Два поезда, которые регулярно останавливаются на станции, служат временным индикатором для в основном неграмотных жителей Муану Мачру. Когда почтовый поезд несется по пути в Лахор, это символизирует деревню, что пора вставать и начинать день. А когда ночью прибывает товарный, то все знают, что пора спать. Таким образом, с самого начала поезд символизирует четкий порядок и структуру жизни селян. Режим нарушается, когда первый поезд мертвых сиков прибывает в Муану Мачру. До этого хаос, затрагивающий остальную часть страны, был только на слуху. Вполне уместно, что поезд материализует отдаленные рассказы о насилии в суровую действительность деревни. Эти поезда структуру помене аномалия, а кошмарные реальные явления. Даже Хукум Чанг рассказывает историю, которую слышал о Сундере Синхе, его коллеге, который бежал из Пакистана на поезде со своей семьей. И условия в поезде были настолько ужасающими, что Сундеру пришлось убить свою семью, чтобы избавить их от страданий. Хотя, однако, сам Сундер все-таки добрался до Дели. И теперь внезапно поезда становятся символом ужасов религиозного преследования, нестабильности правительства и варварства толпы. Вместо того, чтобы спасать беженцев, сихов, индусов и мусульман, поезда сами несут смерть. Еще до появления призрачного состава расписание проходящих поездов странным образом изменилось. В нем проходили за ритмой людьми вагонами это встревожило мирный уклад деревенских общин и настроение людей стало меняться. Цитата «Северный горизонт, который стал голубовато-сером, снова показал оранжевый цвет. Оранжевый превратился в медь, а затем сверкающий, красноватый, коричневый. Красные языки пламени резко утонули в черном небе. Легкий ветерок задул в сторону деревни. Это принесло запах горящего керосина, потом дерева, а затем слабый, едкий запах в горелой плоти». Основное внимание уделяется последствиям раздела, извлекая документальных подробностей трагических событий. Насилие, разразившееся во время разделов, представлено очень необычно. В романе нет эпизодов ужасающего исхода беженцев в Пакистан, нет подробного описания ни бытовых трудностей, ни связанных с этим опасностей. Что еще более важно, нам также не показан сам факт насилия. В романе даже нет описания массового убийства. Нам представлен уже конечный результат резни. Во-первых, это пояс трупов, которые прибывают в деревню, а потом и тела, которые плывут по реке Сатлич. Вот об этом Кушван Синх рассказывает подробно. Это художественный прием аллюзий на концепцию античной драмы и классицизма, отказ от публичного представления сцен насилия. В изменившейся ситуации жители ману-маджеры, как индусы, так и мусульмане, становятся жертвами сложившихся обстоятельств. Они думают друг от друга не как о личностях, а как о приберженцах разных религиозных взглядов. Эта дифференциация становится серьезной угрозой их собственной безопасности религии. Мусульмане вспомнили случай, когда мусульманская девушка была убита на базаре, а сики не забывали страданий гуру от мусульманских правителей. Сики предлагают мусульманам переграды в Пакистан, так как это их земля обетованная. В деревне устанавливается такой тип правосудия, в соответствии с которым око за око является основным принципом. Например, в отместку за поезд мертвых сиков, отправляемых из Пакистана, лидер сикхской мафии Мали планирует мстить, отправить поезд мертвых мусульман обратно. Хотя сики ману-маджеры любят своих мусульманских соседей, пропаганда лидера мафии заставляет их отказаться от своей морали и присоединиться к кровавому заговору. По словам лидера мафии, цель грабежа и убийства мусульман состоит в том, чтобы проучить другую сторону и полностью прекратить насилие. Очевидно, что он не верит в способность правительства восстановить контроль и установить мир и считает, что люди должны взять дело в свои руки. Отметим, что правительство независимой Индии было светским, а Кушван Синг был близок с руководством Инка, позднее он дружил с Индирой Ганди и был членом Раджа Сабьи. Такой автор и политик стремился показать, что не конкретно община виновата в погромах, но обессилие власти, пока еще английской. Деревня оказывается как будто в блокаде убиенных. На закате по реке поплыли трупы в таком количестве, словно где-то вырезали целую деревню. Цитата из романа. Мужчины и женщины с прилипшими к телам одежды, маленькие дети спали на животах, их руки распластались в воде, лишь спины то погружались, то снова показывались на поверхности. Скоро в небе загружили коршуны и стерлятники. Они садились на плывущие тела и клевали их, пока сами трупы не переворачивались и смахивали их руками. В деревне приходят солдаты, чтобы эвакуировать в Пакистан всю мусульманскую общину, составляющую половину всей проживающей в иману-мадрии. Им разрешено взять только самое необходимое и мусульмане с большим трудом покидают родные места. Цитата. Что нам делать с этим Пакистаном? Мы родились здесь. Здесь жили наши предки. Мы жили среди вас как братья, говорит мусульманский имам. Бародеры грабят брошенные мусульманами имущество, молились своей бандой и подстрекают людей совершать налет на поезд с мусульманами и расстрелять их через окна. О том, что поезд это поезд смертников и что никто зашедший на него не достиг ни пункта назначения, догадывается судья. Он умывает руки, но все-таки принимает решение об освобождении гбалы и джуби, чтобы хоть каким-то образом остановить беспорядки, бушующие в деревне и предотвратить катастрофу. Кушван Синг обрисовывает характер джуги, но в отличие от деревенских жителей, так, чтобы подчеркнуть важность любви в деле спасения жизни. Его отношение с нуран, мусульманкой, намекает на тщетность разногласий и вражин на религиозной основе. Любовь разгонника к ней заставляет его идти против своих людей, которые пытались убить невиновных. Именно его любовь заставляет жертвовать своей жизнью ради людей, которые считают Кушван Синг разделил роман на четыре части. Именно в четвертой под названием «Карма» он делает акцент на философию кармы. В этом разделе история достигает своего катастрофического под драматизму конца, когда Джагат Синг жертвует своей жизнью, чтобы спасти жизни своей подруги Нуран и других мусульманских беженцев. Когда девушка узнает о решении своего отца покинуть страну, она приходит в замешательство, потому что она любит Джагата, она состоит в тайной и также она ждет ребенка от него. В это время Джагат еще находится в полиции под стражей и тогда Нуран ничего не остается, как прийти в дом к матери Джуги и рассказать о том, что она любит Джагата, что она не хочет покидать деревню и что она ждет ребенка. Но мать от нее отворачивается и оставляет ее, отправляет назад. До того, как бандиты планировали устроить засаду на поезд, сики готовы были отдать свои жизни со своих братьев мусульман и теперь сразу же готовы убивать. Но когда Джагат Синг узнает о Нуран и планах людей относительно поезда, он совершает акт высшего самопожертвования, чтобы спасти жизнь людей. Хотя были и другие сики, которые знали о заговоре. Джагат Синг не заботится о собственной безопасности, именно он забивает заговор. Цитата. Был залп выстрелов, мужчина вздрогнул, рухнул, веревка оборвалась в центре, когда он упал, поезд пересек его отправился в Пакистан. Примерно в мире от Ману-Маджу находился железнодорожный мост через реку Сатляч. Поезда в и из Ману-Маджу должны пересекать этот мост, поэтому он выполняет интегральную функцию. Подобно поездам он соединяет Ману-Маджу с внешним миром. Мост становится местом убийства мусульман. Через мост привязана веревка, предназначенная для убийства беженцев, сидящих на поезде. Как только люди на крыше будут сброшены, бандиты стики нападут на мусульман внутри поезда. На этом этапе мост больше не является связующим символом и средством возможного спасения беженцев мусульман, а становится воплощением надвигающейся гибели. Беспорядки между общинами не могут прорасти только от физического насилия, совершенного против другого религиозного сообщества, но также могут зародиться и от светлых эмоций, таких как любовь. Эта тема раскрывается кушевантом Синком в романе, когда мать Джагата отвергает правду о том, что ее сын вступил в интимные отношения с девушкой мусульманкой до брака. В разгар всей этой паники и хаоса Джагат любит мусульманскую девушку и первым делом после освобождения фирма отправляется на ее поиски. Он ожидает, что все мусульмане Ману Маджи вынуждены уехать в Пакистан по соображениям безопасности. Джагат не только не задумывается о собственной безопасности, решив спасти людей в поезде, но еще как бы отворачивается от своих собратьев сикхов, выбрав мусульманское сообщество. Хотя, если бы он не погиб в процессе спасения людей в поезде, он был бы забит до смерти сикхами, потому что его поступок несправедлив по его мнению. С этим разделением примерно 10 миллионов человек внезапно оказались в неправильной стране, и люди, которые жили вместе в течение нескольких поколений в одних и тех же деревнях внезапно стали врагами. Мусульмане, покинувшие Индию, столкнулись с изнасилованием, грабежами и смертью, и сикхи, покинувшие Пакистан, столкнулись с такими же проблемами. Хотя в романе кратко упоминаются различия между религиями. Большая часть разногласий между этими двумя группами связаны с актами насилия, как прошлого, так и настоящего. Каждая сторона выступает против другой. Кушхан Сингх не вдается в рассуждение, что вызвало негативный политический климат и насилие между сикхами и мусульманами, и что спровоцировало необходимость разделения. Все, что мы знаем, это различные предрассудки, которые персонажи питают против представителей другой религии. Например, молодой сикх обвиняет мусульман в краже своей соли. Хочу отметить, что это, скорее всего, биографический факт Кушхан Сингха, потому что его дед был торговцем соли и, скорее всего, солью. И, скорее всего, был такой момент, что мусульманин обокрал его. Также кража соли может ассоциироваться с нарушенным обедом или обещанием договором. Между тем, некоторые мусульмане считают сикх варварами и неверными с дурным намерением из-за их длинных волос, бород и кирпанов. Здесь мы можем видеть, что основой религиозной вражды являются не сами религии, а характеристики людей, исповедующих каждую религию. В дополнение к представлению глубокого человеческого острова изображения ключевого момента в истории современной Индии и Пакистана «Поиск Пакистана» является важной частью литературного канона. Роман был написан после Второй мировой войны, когда такие страны, как Англия, Германия и Франция теряли власть, полученную благодаря империализму и колонизму. В этот период была распространена постколониальная литература, которая использовала язык колонизатора для критики осуждения колонизации. В заключении можно сказать, что «Поиск Пакистан» это роман о чудовищном насилии, имевшем место между двумя общинами. Между двумя общинами во время раздела Индии 1947 года с намеком на симпатии и любовь. Опять же, между двумя общинами. Хотя роман описывает общины, беспорядки и холоскост 1947 года, в нем все же тесно переплетены любовь и сострадание. Хаос и кровопролитие больше всего страдают невинные люди, а не те, кто это запровоцировал. Кушван Стинг косвенно указывает на политических лидеров и на неспособность использовать свою власть, чтобы принять мир и остановить жизнь. Этот роман больше похож на личный рассказ человека, который сам был участником раздела сопутствующего ему кровопролития и насилия, поскольку Кушван Стинг реалистично нарисовал картину ужаса и террора. Он намекает на то, что любовь и страсть обладают способностью побеждать даже в этой кошмарно-человеческой трагедии. Хоть поезда уже не остановить, а действительность разрывает на части. 24 апреля 1947 года министр внутренних дел Временного правительства Индии заявил Мокбеттену, цитата, «С тех пор, как вы приехали в страну, обстановка значительно ухудшилась, идет гражданская война, а вы не предпринимаете никаких усилий, чтобы остановить ее. Вы не управляете страной сами, не даете возможности временному правительству управлять. Вам не удастся избежать ответственности за эти кровопролития». Роман «Поиск-рестанцы» был популярен примерно в одно время с такими произведениями, как «Распад», «Чунуачи, черные кожи, белые маски» Франца Фанона и «В ожидании Махатмы» Разипурамна Райана. По своему историческому и художественному содержанию, а также глубоко личному осмыслению, роман Кушванда Синха делает его похожим на другие произведения посполониальной литературы. Однако статирический юмор Кушванда Синха перед лицом насилия и трагедии помогает отличить его работу от других романов посполониального канона. Примечательно, книга была адаптирована к одноименному фильму, который впервые был показан в 1998 году. Фильм завоевал признание критиков, он также демонстрировался в Соединенных Штатах, Шри-Ланке, Великобритании и представлено на нескольких международных фестивалях. Есть очень похожие по структуре кубинга канадских фестивалях понимаются те же темы. Коман был адаптирован к Кришной Шуклы под пьесу. Спектакль поставлен театральной группой АМИ трижды. Последний раз 26 августа 2014 года. Хотя поезд Пакистана не получил никаких призов и премий, Кушванду Синху было присвоено множество наград и почетных званий. Некоторые за его службу в Индии, а некоторые за его литературный вклад. Литературные награды включают премию Панджаба Ратанга, товарищество Сахитти Академии и Падма Бушин. Последнюю он вернулся в связи с событиями 1984 года, когда Сиггская святыня Золотых Храм был свернен в ходе операции «Голубая звезда». Сегодня поезд Пакистана остается одним из верчайших примеров раскрытия темы разрушительной силы религии, обличения коррупции и национализма. Роман входит в обязательную университетскую программу по литературе. Спасибо за ваше внимание. Я с радостью отвечу на вопросы. У меня два вопроса. Я не понимаю одну вещь. Я сразу говорю, что я не литературная и не сильно в литературе. Вы говорите о том, что в начале доклада в том, что в 1930-х годах роман, я так поняла, как жанр уверенился в индийской литературе. Правильно? А как же быть с романами более ранними? То есть я знаю как минимум одного писателя, который был уже известен во второй половине 19 века. Бон Ким Чондра Четта-Подхай. Еще раз можете повторить? Не услышала. Бенгальский романист Бон Ким Чондра Четта-Подхай. Такого Четта-Подхай, да? Но он был. Был, я не спорю. в какой-то случае. Это в общем-то потом романы Робидраза Тагора есть более ранний. С чем связана вот эта датировка с 30-х годов? Я не понимаю. Стал более популярным или те романы они правильные. Он уже скорее получил свою форму как таковую. Те ранние, они не оформившиеся. Нет, я не говорила об этом. А еще такой вопрос, вот вы вскоре упомянули, просто такая фраза проскользнула, Холокост 1947 года. То есть там эти резневые индусы-мусульмански вы назвали Холокостом. Это вы взяли у какого-то исследователя, я это не встречала, или вы сами придумали называть это Холокостом? Они сами так называют. Я прослушала самого автора, и могу даже на него ссылаться, что он сам называет эту трагедию, тоже называют Холокостом. Этот писатель? Да, Кушан Сингх. Можно заметку одну буквально сделать? Прямо такой доклад в руку, я как раз когда из Индии убегал, прихватил книжку того же автора, Кушан Сингх. Потрясающе! И как раз читал на обратном пути, ну, понятно, что кое-что перечитывал, потому что довольно известные произведения. Я думаю, что вопрос терминологии, там, Холокост, да, и другие слова, ведь Кушан Сингх, насколько мне известно, провел довольно много времени в США, и он заразился некоторыми такими даже не концепциями, а просто определениями, которые в ходу в американской и в американской Он в Англии очень долгое время жил, очень долгое время был в Англии, и я хотела бы заметить, что Кушван Синг, он достаточно эксцентричный у нас был человек, и если, послушать, ну, да, хотя он и носил тюрбан, он был агностиком, и он об этом сам заявляет в интервью, и если его послушать, то можно для себя, ну, себе задать несколько вопросов, на которые бы хотелось бы, чтобы он сам ответил, но, к сожалению, в 2014 году он умер. Ну да, это насчет терминологии, я вот просто не закончил, буквально сегодня утром мы с моими студентами обсуждали другой феномен, например, слово «крусейда», крестоносец вроде бы, да, но в современном американском английском оно просто переводится как «рыцарь», то есть даже если это рыцарь, который не имеет никакого отношения к крестовым походам, он все равно «крусейда». Поэтому, когда какой-то автор, пишущий на современном английском языке, тем более с опытом проживания в Англии и Америке использует какой-то термин, там, я бы тоже не стал его использовать, но он использует, видимо, вот потому, что сместились какие-то такие семантические вот моменты, да, точно так же, как у нас есть как раз применительно к Пакистану вот этот ретрибутивный геноцид, да, когда индусское население собственно изгонялось или уничтожалось для того, чтобы создать вот этот Пакистан, то есть землю одной моно-моно-моно-религиозную, но тоже геноцид, как бы, он не всегда этот термин используется в современной, например, индийской... Я думаю, что здесь скорее даже аллюзия на геноцид евреев, опять же. Да-да-да. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, современной Индии вообще были какие-то уроки извлечены вот из страшных вот этих конфликтов? Можно ли сказать, что Индия это преодолела? В последнее время я не слышала, чтобы были такие же масштабные проявления нетерпимости друг к другу. Здравствуйте. Ну, это вспыхивает постоянно. Даже вот Максим... Ну, они такие кошмарные, как описаны в событиях при переходе веженцев в Пакистан или из Пакистана, поэтому тут трудно сказать вообще. Ну, ладно, если можно, я потом выскажусь на это все. Пожалуйста. Есть ли вопросы, Ксения Вячеславовна? Можно комментарий небольшой? Здравствуйте, Екатерина Александровна. Здравствуйте, Ксюша, очень рада была вас видеть. Я скорее за вас прокомментирую ситуацию с романом. Те романы, о которых шла речь, Бон Ким Чондра, авторы, и Тагор, это все-таки бенгальские романы, да, и бенгальская литература, как я думаю, вы помните, примерно на 50 лет вперед по сравнению с литературой Западной Индии, Северной Индии, поэтому, собственно, мы имеем возможность говорить о том, что роман сложился в 30-е годы XX века на территории Северной Индии, в индийзичном регионе и в Панджабе в том числе, а бенгальская литература имеет, конечно же, более древнюю историю, поэтому, собственно, это мы обусловлено то, что мы читаем романы и Бонки, Мои Тагора гораздо раньше, чем в других регионах. Ну и у меня в связи с этим Апрэмчан, Апрэмчан, например, Назир Ахмат. Ну, конечно, но они же все равно позже. А нет, они раньше. Раньше, чем Бонки. Чем 30-е, чем 30-е годы. Ну, к 30-м годам я бы сказала, что он уже окончательно оформился, этот жанр. Ну, во всяком случае, то, что Бонки Мэтагор, это Бенгалия, и это совсем другая история. Поэтому, конечно, мы можем... Ну, в Индии тоже уже кое-что было. Ну, хорошо. В связи с этим у меня вопрос к Ксении. Я так понимаю, что Ксюша сейчас занимается этим вопросом. Будете ли вы заниматься проблемами, связанными с отражением раскола в литературе с восточной стороны, с бенгальской стороны, или же все с Бенгалией закончено? Спасибо. Вот совсем нет. Я бы очень хотела и следующие годы посвящу глубокому исследованию со всех сторон. Мне очень интересно. Я сделала небольшой перерыв в бенгалистике, и сейчас буду браться снова за это. Я в таком случае могу вам порекомендовать как-то связаться с Ингой Луцкой, которая занималась проблемами раздела в кинематографе бенгальском, и я думаю, что сможет поделиться с вами интересной информацией на эту тему. Спасибо большое. Всегда рада вашему совету. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok